всем привет а я еду в казань вот так вот ура ставим лайки до свидания пока нормально человеческие заказы блогеры снимают эти попута ребят привет еду в казань вот с павлом с пашей завете как вы хотите блин один по тучу не изменится ходим показания ловим покемонов чё там есть лет пока дали там что-то сейчас найдем посетили мы казанские рамс тор бывший сейчас у по моему city называется или как-то там непонятно как правильно называется паша посетите какое-то древнее здание невозможного там находиться какие-то запахи непонятные кондиционеры там не работают единственно что порадовала кинотеатре сидение самый дальний ряд двухместный мягкий хороший как диванчики там даже поспать можно если очень захотеть а так полный отстой короче не ходить туда ну что пойдем прокатимся на метро наконец-то первый раз я в казани вода на метро проезжать я вам покажу вагон здесь всего 10 станций у них интересно здесь мониторы вагонах установлены и всякие разные головоломки транспорты предлагает разгадать пол вагона сидят и колеса в эти мониторы сам сидел смотрел разгадывал интересно забыл сказать тоже стоимость проезда 25 рублей прошлый раз говорил 20 рублей но видать ошибочка вышел опять в porsche заскочили бумажки занесли какой все-таки красавица и цвета 11 до нужно было туда а мы пойдем прогуляемся так как у нас времени дофигища мы ходим по пешеходной улице принципе симпатично мне нравится так как баумана 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 точно стоит не по-другому ну ладно пускай она будет так называться ну пускай баумана они походу блин из города в город гастролирует да это поинтереснее улечка будет музыка 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 Следующая станция метро Кремлевская. Булыжники здесь здоровенные, ноги можно переломать. Булыжники. 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 Да, чуть побольше места, чем Чебоксар. Да, пойдем, кстати, в воду посмотрим, какая она. Так, сейчас посмотрим, вода зеленая или нет. Зеленая. Да. Там вообще далеко можно походу идти. Фу, да. Прямо до моста, что ли, будет продолжаться такая набережная. Тут одни сплошные кафешки из Лекалова. Блин, красиво-то как, а. Ну, чтоб не было недопонимания, это река Казанка. Вы подумайте, что это Волга, но она тоже зеленая, тоже цветет. Так, что не только Волга у нас там зеленеет. Кстати, мы нашли глобурную скамейку. Зацените. Хе-хе. Розовенькая. Привет. Вот такая вот у нас тусня. Офигеть, паровоз. Волга. 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 Ну, кстати, можно приварить камеру. А зачем вы снимаете? Не все люди отдыхают. Вот скамейка, так скамейка, я понимаю. Что, больше нет таких? Блин, в дефиците. Вон, есть, все занято, а. Е-мое. Самые шикарные скамейки, которые я видел. Так, ну, мы в метро, нагулялись, находились. Ноги гудят. Глаза болят, насмотрелись. Едем в другое место, будем там сидеть. Так, уехать не получилось, остались. Остались в Казани с ночевкой, сняли квартиру. Ну, едем завтра. А сейчас с ночевочкой. Блин, 10 кассов, 10 магазинов закрывается. Пивка даже не получилось взять, чтобы спалось хорошо. Ну, ладно. Смотрите, какая квартирка у нас. Видите, что видели? Шикуем. Гардеробная такая. Я это об лед делаю. Душевая вся фигня. Стиралка. Будешь мне не спать, кстати. Стыбалки-то. Кандей, все как положено. Ладно, Пашка не буду снимать. Он стесняется. Давай, новости сейчас будет. Все. Вот такая вот хата. Я сплю здесь. Пашок там, на кровати. Еще, кстати, на балконе есть диванчик один раскладывается. Если жарко будет, туда переберусь. Проснулись. Счета часов, наверное, 8 было, как стали. Вот там двор. Двор. Ну, загнали несколько машин. А так все, но здесь было тихо и спокойно. Машин не было. Кстати, большое преимущество, когда нет машин, блин. Ночью спишь, с утра люди на работу идут. Никаких сигнализаций, запущенных двигателей. Открытое окно было. Вообще ничего слышно не было. Спалось замечательно. Все. Ворвались из цепких рук Казани. Едем домой. Но еще пока не ворвались, надо еще выехать. Ха-ха-ха. Хороший город, красивый. А очень красивый. В следующий раз будем загорать здесь и купаться. Что, обгонять не будешь? Они бухие, пипец. Всем здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Всем. Ага. Что-то там пишут. Всем привет. Очередная поездка в Казань. Позагорать, покупаться. В Казань. В Казанке. Ноги помочить. В зеленой водичке. Посмотрим, насколько она зеленее, чем Волга. Сравним, так сказать, показатели загрязненности. Ну и вообще, блин, жара уже. Сколько неделю стоит. Говорят, еще неделю продержится. Сегодня вообще 32 обещают. Ну что, крепимся, держимся. Сколько можем. Вода нас спасет. Хорошо, проклада. Кондиционер работает. На улице плюс 32. Какая у нас здесь лепута. Казанка. Тоже вся зеленая и вонючая. Пришли на пляж. В интернете было написано, что здесь душевые кабинки. А мы их что-то не наблюдаем. Народу, конечно. Так, ребят, свалили мы, короче, с этого лягушатника. Там все зеленое. Просто ужас. Как люди там купаются, я не понимаю. Решили мы с Пашей вот это дело посетить. Кстати, там туча идет. Возможно, будет ливень, гроза. Очень на это надеемся. Жарко, ужасно. Ну что, залетаем. Скорость бешеная. Пошли на ускорение. Так, вон тучи. Очень надеюсь, что мы как раз попадем под дождь, на самой вершине нашего подъема. Ох, хорошая тучка. Замечательно, великолепная. Давай быстрее лети, медленно летишь. Вот там вот мы в прошлый раз были. Вот видите такие бежевого цвета домики двухэтажные, двухэтажные. Кремль, дорога. Хотим сейчас попасть на другой пляж. Ну, посмотрим сейчас, как нам дождь поможет. Нет в нашем решении вопроса. Вот это Казанка. А вот это уже, вот видите, да, вот это Волга. И вот как раз пляж находится примерно где-то. Вот видите, коса такая. Вот туда нам бы нужно попасть. А метро где-то вот рядом как раз с Кремлем. Кремлевская станция метро называется. И вот где-то, ну, написано километр пройти нужно. А вот пляж, на котором мы были, который весь зеленый. Даже отсюда видно, какая зеленая вода. Как там люди купаются, я не понимаю. Так, по-моему, тучка нас нагоняет. О, как она близко. Мы скоро будем на пике славы. Короче, Паша решила прыгнуть. Сейчас я его подтолкнул, чтобы это... Ну, не совсем до конца решила, короче. А где сердце? Ты все, уже спускаемся, что ли? Блин, красиво как, а? Да, станция метро Кремлевская, короче. Вот пирамида. Вот центральный стадион. Там ЖД вокзал, по-моему. Ну, направляемся на пляж Локомотив называется. И тучка как раз над нами. Так, немного капает дождик. Зато прохладненько становится. А вот тут что еще есть. Вода тоже зеленая. Вкратце, ликбез, как добраться до этого пляжа. ЖД вокзал, ориентир. Если стоять лицом к ЖД вокзалу, то налево, где почта, и мост через железнодорожные пути. И, собственно говоря, там дальше уже все видно. У меня что-то открытый, что ли? Какая-то фигня, блин. Полнейшая. Да я вижу, но там уже душ не работает. Самая фишка-то была в том, чтобы душ работал. Ладно, пошли. Здесь получается с двух сторон от дороги пляж. Где катера стоят. Он какой-то такой невзрачненький. Заросший. Вот подальше вот там. Вот тут деревья мешают. Ну и тут всякие разные правила поведения людей на воде. Возле нее. Ну и вот основной пляж. Что-то, если честно, я разочарован в казанских пляжах. Может быть, мы что-то не знаем. Но пока то, что увидели. Ура, нам повезло. Вода чистая. Блин. Ну, относительно Казанки. Здесь людей гораздо меньше. Как там, блин, в Казанке купаются, не понимаю. Отсюда даже не видно, да, колеса, где мы были? Куда, в какую сторону-то смотреть? Да. Ну ладно, раздеваемся, купаемся. Ужасные, ужасные пляжи у них. Мы не нашли просто хорошие. Пойдем на ту сторону. Там хоть тенетчик есть. Все, в метро, в прохладу. Да, вода чистая. Течение, говорит, в прозрак. Всегда холодное. И ледь, мать вашу, и ледь. Сколько раз вот проезжали мимо этого пляжа. Дорога идет в Чебоксар, в Шкралу, в Сказани. И каждый раз мечтал здесь вот искупаться. Наконец-то это сейчас произойдет. Блин, смотрите, какая вода чистая. И течение какое мощное. Короче, эта река зимой не замерзает. В любую погоду практически. А летом, она, говорит, очень прохладная. Говорят, вот только что сейчас подходили, отдыхающих спросили. И чистая. Потому что течение очень сильное. Вот такой пляж здесь. Офигенное место. Вода вот такая. Холодная-прихолодная. Бодрит просто нереально, блин. Почему мы сюда раньше не приезжали? Класс. Я здесь не успеваю. Пойдем, пойдем. Пойдем. Опять не получилось Ну, буквально Немного Третья поездка за неделю в Казань Сегодня едем в Ривьеру Покупаться, позагорать В бассейне на улице Блин, опять ветер, а Не знаю, слышите меня хорошо, нет В Казань третий раз за неделю Отлично Идем в Ривьеру Уже по протоптанной тропе Уже уходили, уже показывал Уже снимал Ну и все, до встречи В бассейне Так, прежде чем зайти на пляж Нужно заполнить вот такую расписку Стоимость 600 рублей Расписки Зашли вот в вход Со стороны зоопарка Получается, немножко дальше пройти нужно 600 рублей весь день стоит На входе проверяют сумки Еду, воду проносить нельзя В воду можно, только литр на человека Не больше Все остальное Оставляйте на входе у охранника Потом можете забрать, скорее всего Вот такие вот расценочки Здесь несколько бассейнов Вот один из них мы рядом И мы остановились Там подальше здоровенный бассейн 80 метров Один из крупнейших бассейнов На открытом небо у нас в России Я потом туда схожу И там все, бассейны есть И там все, бассейны есть Продолжение следует... 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 Продолжение следует...